Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск «Вести Молдова» в студии Алиси Кайряк. Вначале коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Бывший министр здравоохранения Андрей Усатый задержан на 72 часа офицерами НЦБК. Детективы компании «Кролл» завершили первый этап расследования дела о трех проблемных банках. В российском посольстве сегодня вручали материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. А теперь об этих и других событиях подробно. Бывший министр здравоохранения Андрей Усатый, директор Национального центра скорой медицинской помощи Георгий Чубану, задержаны на 72 часа офицерами Национального центра по борьбе с коррупцией в ходе обысков, проведенных этим утром в их офисах и по месту жительства. По данным Пресс-службы антикоррупционного центра, следственные мероприятия проводились в рамках дела о коррупции при закупке медоборудования и расходных материалов. Всего правоохранители провели сегодня несколько десятков обысков в МВД, ряде медучреждений, среди которых онкоинститут, РКБ, больница скорой помощи, диагностический центр и агентство по лекарствам, а также в департаменте пенитенциарных учреждений. По данным НЦБК, в ходе оперативных мероприятий в общей сложности задержаны 16 чиновников. Сумма ущерба, причиненного государству, составила более 2 миллионов леев. Между тем, буквально несколько дней назад бывший министр здравоохранения получил награду из рук президента Молдовы Николая Тимофти. От проблем здравоохранения перейдем к отрасли сельского хозяйства. Аграрии намерены вновь выйти на протесты. 15 апреля они договорились заблокировать национальные трассы с сельхозтехникой и продолжат манифестацию до тех пор, пока правительство не выполнит их требования. Об этом в рамках сегодняшней пресс-конференции сообщил председатель Национальной Федерации фермеров Валерий Косарчук. При этом, уточнил он, сельхозпроизводители по-прежнему открыты для конструктивного диалога с властями. Срок 10-дневного ультиматума, выдвинутого фермерами правительства, истек. За это время власти никак не отреагировали на требования, поэтому аграрии не видят другого выхода, как вновь прибегнуть к масштабным акциям протеста. Сельское хозяйство является приоритетной областью, но оно остается на правах золушки. На финансирование отрасли направляют остатки доходов из госказны. Мы проводим протесты не потому, что они нам нравятся, а потому, что хотим добиться от властей уважительного отношения. Увеличение фонда субсидирования до 1,3 млрд леев, сохранение НДС на уровне 8%, упрощение доступа к фондам кредитования, снижение процентных ставок. Если до 15 апреля власти не отреагируют на эти и другие требования, фермеры блокируют движение на национальных автотрассах. Мы на час заблокируем национальные трассы, при этом будем сотрудничать с местными органами власти, представителями правопорядка, сделаем все возможное, чтобы не препятствовать передвижению спецтранспорта, каретам скорой помощи и так далее. Если после 15 апреля правительство не выполнит требования фермерских ассоциаций, агрария обещает мобилизовать всю сельхозтехнику и отправиться маршем на Кишинев. О проблемах сельхозпроизводителей, как, впрочем, и многих других категорий граждан, говорили сегодня представители ПСРМ. Экономика Молдовы находится на грани серьезного кризиса, а власть пытается оправдать это следствие неблагоприятной внешней среды. Такое заявление сделал лидер социалистов Игорь Дадон в рамках сегодняшней пресс-конференции по итогам парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам и в преддверии заседания Кабинета министров. Кроме того, члены ПСРМ предложили альтернативные решения выхода из сложной экономической ситуации. Выслушала их и наша съемочная группа. По мнению Игоря Дадона, экономика Молдовы находится на грани серьезного кризиса, а многомиллиардные дыры, существующие в бюджете из-за ситуации в банковской сфере, лягут на плечи обычных граждан посредством увеличения налогов и сборов. Инвестиции в частном секторе сократились в прошлом году на 16%, на предприятиях с иностранным капиталом на 4% и в смешанных компаниях на 22%. Существенно сократились и экспорт с импортом. В этой связи социалисты напомнили о целом пакете антикризисных мер, разработанных ими. Если говорить конкретно, то мы предлагаем возвращение к нулевой ставке подоходного налога в случае дохода, реинвестированного в производство. 20% НДС для сихоспроизводителей, но с его полным возвращением с госбюджета в течение пяти дней. Сохранение нынешнего дорожного сбора без его повышения. Это лишь некоторые из предложений. Подобные меры, по мнению социалистов, помогут противодействовать экономическому спаду и приостановить тенденцию, при которой бедные беднеют, а богатые наоборот. В 2009 году лишь порядка 14% людей получали заработную плату ниже прожиточного минимума. По прошлому году более 20%. Помимо вопросов бюджетной политики была затронута и тема Банка Деэкономии. По словам социалистов, к ним в руки попал очередной пакет документов, подтверждающих массовую выдачу финучреждениям невозвратных кредитов в период с 2010 по 2013 годы, что привело к многомиллиардному ущербу. Игорь Тадон уже опубликовал эту информацию в своем блоге. О ситуации в банковском секторе страны и многом другом узнаем далее из обзора событий в рубрике «Короткой строкой». Правительство взяло на себя ответственность за принятие государственного бюджета, а также бюджета социального и медицинского страхования на 2015 год. По словам премьер-министра Кирилла Габурича, в кризисной ситуации принятие бюджета не может ждать. В нормальном режиме этот процесс должен был состояться 5-6 месяцев назад. Нам необходимы четкие параметры при введении переговора с внешним партнерами, сказал премьер. О том, что Кабинет министров планирует взять на себя ответственность за бюджет без обсуждения с законодательными и общественностью, говорил сегодня в рамках пресс-конференции лидер социалистов Игорь Тадон. Финансовые детективы компании Кролл, которых отобрали для проверки трех проблемных банков, завершили первый этап расследования. Его результаты пока не оглашаются, однако спикер Адриан Канду пообещал, что все виновные понесут заслуженное наказание. Далее последует второй этап расследования. Могу вас заверить, что будет с точностью установлено, кто и сколько всего украл и все виновные заплатят, сказал председатель парламента. Аудиторы Кролл начали расследование в феврале. Они должны выяснить, как и кто вывел от страны почти миллиард евро, а также каким образом можно вернуть деньги обратно в Молдову. Пирко Тепиола считает, что законопроект о телевидении и радио должны тщательно изучить представители гражданского общества и иностранные эксперты, члены Совета Европы и его БСЕ. Такое заявление сделал дипломат недавно в рамках пресс-конференции, на которой журналисты попросили высказать его свое мнение относительно закона об аудиовизуале, предложенного демократами и частично либерал-демократами. Последний после шквала критики со стороны экспертного сообщества и ряда журналистов отозвали свои подписи под документы. Демократы же пока заявили о готовности отказаться лишь от нескольких положений проекта. Голландия ратифицировала соглашение об ассоциации Молдовы с Европейским Союзом. Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кендерс заявил, что ратификации и последующие реализации договора будут способствовать укреплению демократии правового государства и даст молдовским компаниям больше возможностей для расширения экспорта на европейский рынок. Соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом было подписано в Бюсселе 27 июня 2014 года. Документ уже ратифицировали 16 стран ЕС, а также Европарламент. Количество бюджетных мест для молодых людей из Молдовы, желающих учиться в вузах России, увеличится вдвое. Такое решение принято властями РФ. Глава представителя СОРО Сотрудничества в Молдове Валентин Рыбицкий сообщил, что ранее более 50 учащих создали предварительные экзамены для поступления в финансовый университет при правительстве России на бюджетной основе. На одно место в вузе претендовали два человека. По словам Рыбицкого, популярность высших учебных заведений России с каждым годом только растет. Пограничный пункт Удора Староказачья на Молдоукраинской границе временно приостановил работу из-за отключения электроэнергии со стороны Одесской области, сообщили в пресс-службе пограничной полиции Молдовы. В связи с этим ведомство рекомендует гражданам, планировавшим поездки на Украину, ехать через пункт пропуска в Паланка-Маяки удобное. О возобновлении работы КПП будет сообщено дополнительно. Продолжаем выпуск. Сегодня в российском посольстве ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла вручали материальную помощь. Ее выделило правительство Москвы по случаю 70-летия Великой Победы. Всего денежную благодарность за мирное небо и благополучие последующих поколений получат порядка 1 тысячи участников войны. Ну а тех, кто пришел на торжественную церемонию, ждал и праздничный концерт. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Материальная помощь, а это полтора миллиона рублей, выделенная правительством Москвы молдавским ветеранам, лишь малая доля той безграничной благодарности людям, пожертвовавшим лучшие годы жизни во имя счастья мира для последующих поколений. Наш долг сегодня сохранить и передать нашим детям, молодому поколению, чувство гордости и ответственности за судьбу наших стран. Реализовать этот благотворительный проект в Молдове администрация российской столицы поручила славянской правозащитной организации ВЕЧИ. Надеемся, что повторные 500 человек, которые планируют правительство Москвы, в ближайшее время также выйдет. То есть рассчитываем, что тысячи человек все-таки получат материальную помощь за счет правительства Москвы. Главным образом материальную помощь ветеранам вручают на дому. Ну а для тех, кто сегодня принял участие в торжественной церемонии, посольство России организовало концерт. Где же мы, тебя, друзья, два ручания, боевые спутники, мои? По случаю 70-летия Победы посольство России в Молдове подготовило обширную праздничную программу. Ее кульминацией станут грандиозные концерты, которые пройдут 9 мая в центре Кишинева, а также в Тирасполе. В завершении, как всегда, информация от Национального банка Молдовы на завтра. Официальный курс евро, поднявшись на 4 бана, составит 19 леев 26 банов. Американский доллар, набравший один пункт, будет стоить 17 леев 71 бан. Румынская валюта прибавит 2 бана, итого 4 лея 37 банов. Украинская гривна останется на сегодняшних позициях. А курс российского рубля, поднявшись на один пункт, составит 33 бана. Далее вас ждет прогноз погоды и вечерние вести наших российских коллег. Я же, Алиса Кайряк, на этом с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире.